процессе установки дополнительного генератора на ушастый запорожец генератор значит для вальсвагена гольфа фасата по моему вот у нас такой и так все достаточно просто с одной стороны есть нюансы значит будет крепиться здесь изготовлен такой некрасивый кронштейн пойдет сюда уже будет некрасивый кронштейн сюда два отверстия торсируем насквозь до крыльчатки где ее нет здесь гайки болтами горькими затянут дальше от этого кронштейна пойдет пластинка для регулирования натяга так ну из нюансов генератор сюда встает еле-еле место очень мало места практически еле хватает чтобы бензошланг здесь проходил это одно второе то что сам генератор немножко цепляет за голову двигателя пришлось немножечко здесь и варварский подпилить это следующее целом остальном по подключению довольно все просто от штатного генератора отключаем все провода нафиг их там можно заизолировать вести куда-то подключение здесь ставим толстый силовой провод на большую крему генера и соединяем и соединяем его на стартере где у нас аккумулятор это если посмотреть вот сюда на эту клемму браться на этой клемму конечно круче надо сниду снимаю вот эту крышку она держится двумя винтами здесь но эти винты очень не удобно в этом тоже косячок следующий второй провод который идет от контакта д плюс у нас идет через весь салон под обшивкой и до лампочки заряда аккумуляторной батареи на лампочки изначально подходит к лампочке два провода один раздвоенный голубого цвета второй белого голубого цвета оставляем а белого отсоединяем изолюруем или на его место подключаем тот который вывели но в принципе вот этот провод вместо белого идущий генератора подключаем какие еще есть нюансы за счет того что здесь стоит при регулировке получается что очень маленький диапазон натягивание ремня ремень надо подбирать очень тщательно и все равно остается еще этот штатный шкив который многих ломается трескается тут уже это происходило еще до установки генерации не один раз так что скоро будем ставить его регулировка здесь в общем дорогие дамы и господа вы видите генератор от вольксвагена на запорожца 968 а это прекрасная ушастая модель с очень слабым родным генератором который даже не умудряется зарядить новый аккумулятор на этом двигателе на этом родном генераторе вы видите доработки вот это кронштейн вот этого длинная палочка и снизу посадочное гнездо для генератора остальное все родное кроме двух проводов которые от генератора идут на стартер и и вот это важно я не до сих пор не понимаю почему но второй провод идет к лампочке которая показывает на приборной панели датчик аккумулятора или датчик напряжения а вот человек который там разговаривает да это тот который варил все это все это говно страшно в гугле и в ю тубе гораздо похуже так вот все работает заряд 14 чем-то вольт все отлично все работает и сначала было короткнуло что-то а теперь какой-то звук странный но все работает надо прокатиться дождь собирается надо включить турборежим дворников самый быстрый кстати знаешь что они быстрее заработали да да а ну сейчас все еще больше бонус будет смотри у тебя уже электромывайка стоит у меня моторчик еще бы дворники хорошей резины были ты помыл и капает вниз до ноги до течет а ну там есть недочеты свои там надо у пипсика прокладочку это все в задной ножке помыть можно ботинки типа удобно кстати много правос это когда шалуну покупаешь она капает тебе на ботинке потом чистишь они блестят в общем небольшой апдейт вот эти провода лучше вообще удалять нафиг что-то там немножко коротнуло удалять где-то держать где-то и держать про запас да потому что один проводок плохо заизолирован был благодаря нашим усилиям и коротнул на массу и немножечко тут поплавило все едем а сзади дым валит в общем больше не валит больше не валит пока пока да пока надо так на будущее чтобы люди знали что отсоединяйте все нафиг но не оставляйте лишнего пока под капотом всякие как мы любим масляные тряпочки тряпочки шкаечные ключики отверточки на ушки оторванных ремней генератора не надо лишнего не надо нормально температуру двигателя